18 апреля во многих российских городах и по всему миру тысячи людей напишут тотальный диктант. Это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и культуре письма. И именно о ней мы будем говорить в эфире программы «По существу». У нас в гостях Андрей Обжогин, региональный координатор акции «Тотальный диктант» в Чебоксарах и Новочебоксарске. Здравствуйте. Добрый день. По всему миру акция проходит вот уже в 12-й раз. Более 50 стран мира изъявило желание принять в ней участие. Знаю, что в столице Чувашии «Тотальный диктант» проводится в третий раз. Давайте немножко поговорим о цели акции, зачем она нужна и какая от этого польза. Цель акции очень определенная – привлечь внимание к вопросам грамотности, привить культуру грамотного письма и показать, что быть грамотным – это модно. Какая польза от этого? Люди начинают задумываться о том, насколько они грамотны, насколько они помнят правила русского языка, задумываются о правописании и начинают в своей письменной речи, в устной речи обращать на это внимание. И повышается благодаря этому культура речи. На каком уровне у нас сейчас находится культура речи? Ну, если посмотреть социальные сети, посмотреть посты в Фейсбуке и в других местах, то, конечно, все кажется очень страшным. Ну, на самом деле, я думаю, это не совсем показатель, потому что то, как мы пишем СМС, то, как мы пишем в социальных сетях, думаю, все-таки несколько отличается от того, как мы пишем в официальных документах. Но, тем не менее, есть повод, над чем задуматься и о чем пожалеть, что не все еще хорошо. Как родилась идея проведения тотального диктанта? Откуда она вообще появилась? Идея тотального диктанта исходит от Новосибирского государственного университета, от филологов этого вуза. Вообще, сама идея зародилась в начале 2000-х годов. Первый тотальный диктант прошел в 2004 году. Тогда это был обычный школьный диктант, немножко скучный. Приходило на него около 200 человек каждый год. И в 2009 году произошел качественный прорыв. Новосибирцы пригласили медийное лицо, количество участников сразу увеличилось. И мероприятие стало гораздо более интересным. Вот с каждым годом оно все больше и больше развивается, количество участников становится все больше и больше, и захватывает страны, континенты. Расскажите, в каком формате вообще проходит тотальный диктант? Это добровольная акция, похожая на флешмоб, когда множество незнакомых друг с другом людей собираются в одном месте, пишут диктант и расходятся. И все. Ну дальше, следующая какая ступень? То есть проверяются итоги? Потом филологи проверяют написанные работы, естественно находят ошибки. И тем, кто согласен получить оценку, выставляют оценку. Загружаем результаты в базу данных на сайт totaldict.ru. Написавшие могут узнать свою оценку там. И есть еще возможность прийти лично, посмотреть на свою работу, забрать ее себе на память, пообщаться с филологом, узнать, в чем именно была ошибка, как нужно было написать правильно, и получить на память сертификат участника тотального диктанта. Ну а отличники получают особый сертификат и небольшой памятный подарок. Какие тексты выбираются для тотального диктанта и какой будет в этом году? В самом начале акции выбирались тексты русских классиков, Гоголя. Затем организаторы перешли к текстам, которые пишут современные писатели. Мы в первый раз в Чебоксарах, когда подключились к акции, вместе со всей Россией, со всем миром писали по Дине Рубиной, в прошлом году писали по Алексею Иванову, но в этом году автором тотального диктанта станет писатель, филолог, ученый Евгений Водолазкин. По предварительной информации текст будет посвящен жизни предреволюционного Петербурга. Ну и есть некоторые детали, которые указывают на то, что мы вспомним, как люди жили в то время, вспомним реалии того быта, того времени. Ну, текст на самом деле знают только организаторы, и Евгений Водолазкин. Мы узнаем текст, как и все, 18 апреля. А вот как вы сами считаете, какой текст лучше писать? Там отрывок из произведения какого-то известного классика или современного? Вопрос интересный. Наверное, лучше писать все-таки текст современного писателя, современного художника, потому что есть возможность текст адаптировать под правила некоторые для того, чтобы о чем-то вспомнить. Есть возможность что-то современное в текст внести. На мой взгляд, лучше современный автор. Кто выбрал в качестве дикторов на этот раз? Мы долго думали над этим вопросом, анализировали пожелания, мнения участников прошлых тотальных диктантов. И в этом году основная масса дикторов будут профессиональные филологи. Но идея о привлечении известных медиалиц, она очень замечательная. Мы от нее ни в коем случае отказываться не будем. Насколько я знаю, в Чувашии акция пройдет как раз на трех площадках. Какие это площадки? Куда можно будет прийти? Самая большая площадка с наибольшей вместимостью – это площадка университетская, которая располагается в новом корпусе ЧГУ на университетской 38. Гостей будут ждать шесть поточных аудиторий огромных. Мы подготовили еще несколько резервных аудиторий на всякий случай. На эту площадку можно прийти абсолютно свободно, никакой регистрации не нужно. Хотя на сайте totaldict.ru есть кнопка «Я пойду», которая позволяет любому продемонстрировать свое желание прийти на тотальный диктант. Вторая площадка в Чебоксарах будет располагаться в национальной библиотеке. Она камерная, небольшая, рассчитана на 30 человек. И на данный момент регистрация на эту площадку завершена. И третья площадка традиционно находится в Новочебоксарске, в шестой гимназии. На эту площадку тоже нужна предварительная регистрация. Напомню, что она проходит на сайте totaldict.ru, не по телефону, не лично, только на сайте. Площадка достаточно вместимая. Ну и, я думаю, у новочебоксарцев проблем с тем, чтобы прийти на тотальный диктант. Даже если у них не получится зарегистрироваться по каким-то причинам, а в субботу возникнет непреодолимое, спонтанное желание прийти на тотальный диктант, проблем быть не должно. То есть я правильно понимаю, что прийти на тотальный диктант и написать его может абсолютно любой желающий? Совершенно верно. Никаких ограничений по возрасту, полу, по каким-то другим моментам нет. Прийти может писать и журналист, и министр, и учитель, и ученик, и студент. Абсолютно кто угодно. Самое главное желание, что участник должен прийти добровольно. Вот это, пожалуй, единственный критерий отбора – добровольность. Может быть, немножко обратимся к статистике. Сколько вообще человек до этого принимало участие? В первый год, когда к нам приезжали жители районов нашей республики, в диктанте приняло участие более 800 человек. В прошлом году, видимо, такой возможности не было, и количество участников было более 500 человек. Но мы знали абсолютно точно, что это именно те, кому действительно интересно, и кто действительно сам хочет принять участие в этом мероприятии. В Новочебоксарске стабильно и в прошлом, и в позапрошлом году принимало участие в мероприятии около 50 человек. Ну, мы надеемся, что в этом году желающих будет гораздо больше, и мы с радостью всех ждем на тотальном диктанте. Уже с 20 февраля на факультете русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени Ульянова проходят занятия «Русский по пятницам». На этих занятиях все желающие могут абсолютно бесплатно подготовиться к тотальному диктанту. Много ли желающих ходит на эти курсы, и вообще зачем это нужно? В пятницу мы стабильно встречаемся с группой желающих вспомнить правила русского языка в количестве 30-40 человек. Можно сказать, что сформировалась стабильная команда, люди разных возрастов, от самого маленького возраста до примерно 80-летнего. Занятия нужны для того, чтобы вспомнить правила русского языка, это безусловно, и для того, чтобы посмотреть на те моменты, которые потом будут отражаться в диктанте. Ведь тематика занятий построена таким образом, что повторяются не просто абсолютно любые правила русского языка, а обращается внимание на то, что потом пишущим встретится в тексте диктанта. Ждут ли какие-либо призы самых грамотных? Да, памятные подарки подготовили. Конечно, это не что-то там такое огромное, но приятный сувенир на память о тотальном диктанте 2015 года. Отличников будут ждать. Ну что ж, Андрей Александрович, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с региональным координатором акции «Тотальный диктант» в Чебоксарах и Новочебоксарске Андреем Обжогиным. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!